Всем привет, друзья! Сегодня у нас видео, в котором мы будем обсуждать и читать ответы от Муразора, которые не так давно появились. Итак, начнем. КВ-122 в 9.17 тестировать будут дальше. Из этого возник закономерный вопрос. КВ-85 после ввода в продажу ранее упомянутого будет лишен своего десерта или нет? Для шестых уровней это самая стрёмная пушка, ибо четвёрки и некоторые пятёрки она тупо шотает, и это при наличии у танка башни, скорости и в общем-то брони. Отвечает останется пока что. То есть рассматривается вопрос о снятии так не в планах и не скоро. Отпилить 122 и сделать норм 100 мм нормальный вариант. Ап бронированных ТТ-10, Маус Е100 и ТИ-5 Хэви, когда планируется хотя бы примерно. Следующий после 9.17 патч промежуточный, ну слава богу мы дождались. Что слышно про Т-34 американский? Пушка КАУ, подвижность тоже. За пушку от танка 9 уровня приходится платить, включают. По поводу ВЗ-111, будут ли конкретные цифры по изменению бронирования особенно интересуют НЛД? Будь... Даниил, помнится в видеосравнении СУ-122-44 и Е25 ты говорил, что Сушке нужен льготный уровень, ибо танк попадает в 2-3 боев к девяткам, где она тупо неиграбельна. СУ-122-44 надо полностью ребалансить, сейчас это нереально. ПЗ-4 Шмальтрум, прям из Т-6 уровня. Как для СТ у него убогая динамика и подвижность, 9.9 лошадиных сил на тонну. Этого очень мало, будут ли что-нибудь с ним делать? Не, в этом патче отвечают. Даниил, а что по Яге-8-8? Понимаю, что ПТ-шка и так годная, но на фоне апов остальных можно ли ей чего-нибудь докинуть? Как по мне, ей скорости не хватает. Очень посмотрим. Т-34 в сравнении с тем же Т-26 Е5 проигрывает, хотя стоимость у них одинаковая. Очень трудно реализовать Т-34. Свелся до конца, промазал, КД 13 секунд, получил урон и так почти всегда. Т-34 дороже Т-26 Е5 и у него куда мощнее пушка. Какие изменения ожидаются на 2-3 уровне и вообще в песочнице? Ждите матчмейкер. Муразор. Есть ближайшая будущая надежда на перевод в HD таких танков, как Объект С-40, Батчат, Е5 и СТ-Б-1. Е5 будет? Ну, слава богу, хоть Е5 надо будет. Даниил, может дадите СТ-1 ЗИС-24? Было бы логично, не важно, что не исторично, проект бумажный. И может, обните как-то СУ-СУ-Ай. Сейчас это унылый кусок голобка. Не видит, светится, попадает. Хорошо, если раз в полгода. Не для того я его покупал, а чтобы катать на нем 800 боев, и он после этого стоял в ангаре. СТ-1 будет переделываться. СУ-100 УАЙ, топ ПТ по дамагу на своем уровне. Бродозор, а что насчет американского Т-34? Стоит тоже не дешево. Плюсов, кроме Альфы и пробоя нет. Стабилизация ужасная, маневренность низкая. ДПМ один из маленьких на своем уровне. Маска танчит, но крышки, гриль и прочие на ура закидывают. Сведение 3.2. Если враг в качеле играет, то просто каторка. Если нужно будет, то и Т-34 апнет. Т-4-85 нагибает так, что песец. На нем кто-нибудь думал? Думали, будет. Похоже, нерфить собирается его, ребятки. Не планируется ли ап ИС-6 в плане доходности? 175 пробития часто не хватает даже на восьмом уровне. И часто приходится стрелять голдой. А из-за этого фарм, как на обычном танке. Но даже бронепробития самой голды не всегда хватает. Для фарма нужно брать танки с высоким пробитием. Хотелось бы ап стабилизации ИС-3 с механизмом заряжания. Ну или сведение. Невозможно же. По ИС-3 с механизмом заряжания есть куда более интересная идея. Какой смысл апать доходность на 10% у ФВ-4202, если у него снаряды в 2,5 раза дороже, чем у других прем ИС-8 улога? Лучше изменить и стоимость снарядов. Технически стоимость снарядов поменять в разы сложнее, чем поднять доходность. Кардинально поменялась политика компании. Раньше картошка била себя влоками в грудь и кричала, что премы не должны быть круче обычных танков. Теперь наоборот. Прем танки стали лучше. Про обычные танки забыли нахрен. Вывод такой. Покупайте и нагибайте. Не денег, катай на СТ-1. До него руки дойдут как-нибудь потом. ИС-3 лучший ТТ 8 уровня. Лучший премиум всех. Ты можешь прокачать его и играть на нем сколько хочешь. Даниил. Судя по первому впечатлению от обзоров Т-26 и 5, все же выходит слишком хорошим. Буквально и жнец, и чтец, и на дуде игрец. Не оснащивая такие радости. Если только ему не самую высокую цену заткнуть. То и приемлемая подвижность, и броня, и пробивная пушка с дешевыми снарядами, и даже обзор. Как-то слишком жирно. Вон тот же лючок заварили. Могли бы и обзор обрезать до 350. Вы на нем не играли. На ТТ без альфы играть очень сложно. Как измениться броня СУ-122-44 после перевода в HD? Никак. Сорель и Аурик отвечают на официальном форуме. А каким образом будете вычислять тундру и миникарту? У вас есть программка или надеяться на репорты? А то мне интересно, каким образом вы будете учитывать абсолютно все факторы. Сорель. Никакой конкретики о работе нашей системы мы дать не можем. Потому как системы нет никакой. Аурик это упростит создание ее охоты. Юрий Филипповский отвечает. Будет ли фича, как у шведских ПТ, внедряться в другие танки, к примеру, на СТБ-1 с аналогичной подвеской? И какие танки еще обладают похожими возможностями? Возможность изменения клиренса была у довольно большого количества машин. FV4401, СТБ-1, Е10, некоторые американские проекты, типа Т95. В данный момент мы будем это обводить только для шведов. Вот других машин посмотрим по эмоциям игроков. А если я не захочу включать осадный режим, это как-то повлияет на разброс? Сам по себе разброс в режиме движения у орудия и так большой. У игрока не будет возможности целиться нормально. Если мы говорим про 9-й, 10-й уровень, то у них орудие жестко закреплено в корпус. Любая неровность или нажатие на клавиатуре будет негативно отвлекаться на возможности вести прицельный огонь. Если говорить про 8-й, то орудие будет в вертикальной плоскости, что позволит не всегда выходить в осадный режим. При повороте корпуса не будут сбрасываться сеть и стереотруба, а коэффициент маскировки будет меняться со стоящей машиной на движущейся. Движение машины в осадном режиме сразу хотелось разделить на два. Первое это передвижение, нажатием кнопок вперед-назад. Второе это вращение влево-вправо. Если мы говорим про наше оборудование, то оно не будет сбрасываться при вращении влево-вправо. При движении оно сбрасываться будет. То же самое касается и коэффициентов маскировки. Будет ли возможность регулировать высоту левой и правой оси по отдельности? Или изменить клиренс танка? Даже текущая реализация механики с нажатием всего одной клавиши уже кажется игрокам сложной. Нет, в целом такое управление будет ненужным и избыточно сложным. Какая максимальная скорость будет в осадном режиме? Очень небольшая скорость, 5 км в час. В ролике про механику шведов я видел, как два танка едут в лоб-в-лоб с одинаковой скоростью. Шведские топы получат большую максимальную скорость входа в обе стороны. Если да, то почему Фердинанд и Тигр, Парше до сих пор обделены такой возможностью хотя бы ради фишки? Персональное отличие шведских машин, которые обладают высокой скоростью движения назад от других, которые теоретически имеют такую возможность в том, что в задней части машины есть место для членов экипажа, у которого дублируются приборы управления и наблюдения. Это не только в теории позволяет разогнаться до высокой скорости, но и допускает управление машиной, поэтому они получили такую высокую скорость движения задним ходом. Что касается других машин, которые были упомянуты, к сожалению, у них рабочего места в задней части машины не предусмотрено. И эта возможность была скорее теоретической. На практике они не пользовались ею. Зависит ли скорость входа-выхода из осадного режима от экипажа? Если нет, то будет ли хоть какая-то возможность ускорить переход между режимами? Или это как время перезарядки внутри барабана? В данный момент экипаж никак не будет влиять на скорость смены режима, поскольку эти действия скорее механические, по аналогии перезарядки внутри барабана. Насколько эффективны противокоммультивные экраны на лбу топового шведа? Они годятся только для Голдей ЛТ или способны на что-то большее. После столкновения с решеткой он начинает терять какое-то количество бронепробития за каждое пройденное расстояние. Как сильная регулировка подвески будет влиять на процент маскировки? Никак маскировка прописана и просчитана в горизонтальном положении. Специальный стрим «Танковые асы. Итоги второй недели» отвечают Вячеслав Кушаков и Улан Тулигаазиев. Система восстановления танков через ЦПП изменится. Следите за новостями на портале КТТС. Что по поводу эмблемы за топ-10 стоят тысячу в антитанковые асы, например, отображение на технике. Да, мы обсуждали это и как только будет решение, мы об этом сообщим. Идея отличная и до ответственных людей она донесена. Им тоже идея понравилась. Будет ли что-то интересное на Новый год? Да, будет сейчас готовят. На мероприятии WG-Fest будет огромное количество плюшек, а также сюрпризов. Будем ждать замечательно. Всем всего хорошего. С вами был Гагер. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.